Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгенлайф. Сегодня среда 31 января, время 21 час 4 минуты в Киеве и 22 часа 4 минуты в Москве. Право очередной стрим, назвали его агенты как полезные д**ки. Ну, понятно, с чего парафраз. Знаменитая ленинская, значит, что полезные д**ки помогают советской России. Ну, и мы пришли к тому, что, собственно, полезные д**ки часто оборачиваются агентами, хотя, опять же, мы широко об этом поговорим. И, разумеется, поговорим об этом с нашим другом, товарищем Тарасом Березосом. Привет, Тарас. Привет, Марк. А полезные д**ки агенты это кто, Марк? Ну, полезные д**ки мы вынесли в превью, там формально мы оттолкнули себя к Гутерерше, но ему подобных людей. То есть, кому как нравится по вкусу, кто агент, кто полезный д**ки, по мне так разница не слишком велика. Поэтому часто очень мы видим, что среди агентов есть и полезный д**ки. Как это говорил, пел мой кот, это любимый, как его, Базилио, говорит, ну, дурака не нужен нож, ему покажешь межный грош. И делаешь, что хочешь. И в сексуальном плане тоже, видимо. Вот. Значит, поэтому, собственно, те 10 тысяч, которые к нам присоединились, имеют такую возможность ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. Вот. Ну и поставить лайки, подписаться на канал Фейгенлайф и на канал Тараса Березовца в описании к этому видео по имени Тарас Березовец. Вы можете пройти на канал и смотреть видео там тоже. Ну вот смотри, давай вот с чего начнем. Тут много чего по этой части происходит. Мы как бы взяли фотографию, где Лавров прибыл на Генассамблею ООН. А вот сегодня подоспела новость, что какое-то неоднозначное решение. Именно ООНовский суд, в который обращалась Украина, значит, приняло решение о том, чтобы, значит, ну, где-то посередине, как это часто бывает, соответственно, остаться в вопросе иска Украины. Вот. Вот там нарушение двух конвенций о геноциде и, соответственно, ну, боюсь соврать, сейчас я посмотрю. К вопросу, значит, я эту новость сейчас зачитаю, чтобы не было, не было, не было, но я ее сейчас найду, потому что куда-то она у меня взяла и улетела. Вот. Ты как считаешь, насколько за эти два года, мы приближаемся к второй годовщине, существенно, подчеркиваю, существенно увеличить число агентов по отношению к... Мне кажется, Марк, в отличие от агентов, количество идей всегда постоянно, то есть идей не может быть больше или меньше, поскольку... Ну, резонно. Если человек уже рожденный, он, как правило, таковым... Прости, Тарас, прости, дружище. Вот, пишет российская пропаганда МИД РФ, заявляет, что суд ООН отказался признать РФ государством агрессором по просьбе Киева. Международный суд ООН, это другая юрисдикция, это не ГАГское договорное суда, юрисдикция Международного уголовного суда, не пошел на поводу, типа пишут пропагандисты, у Украины и не стал признавать Россию государством агрессором. Это их трактовка, естественно. По словам представителей Международного суда Джоанны Донахью, суд ООН отклонил большинство признений поездку Украины к России о несоблюдении двух конвенций. Российский власть, ну и тра-та-та-та-та-та-та-та-та. И тра-та-та-та. Извини, что перебил. Это вот кто это? Или кто? Все-таки количество этих... Константа. А количество агентов, оно может меняться. Понимаешь, то есть... Идетом может не быть, но агентом быть обязан. Поэтому, если сегодня человек просто... Причем можно быть на самом деле не только полезным. Агентом может быть и бесполезным идетом при этом агентом. Понимаешь? То есть, тут еще как посмотреть. Вот, например, Дмитрий Рогозин, это один из моих любимых персонажей, который, безусловно, относится к числу бесполезных идетов. Я не знаю, является он агентом или нет. Я не знаю, агентом консервирования. Он делает все для того, чтобы, в принципе... Ну, он уже, в принципе, сделал практически все, чтобы закопать российскую космическую отрасль. Но дело в том, что он ее еще и превращает в посмешище. Мы помним обмен твитами между ним и еще одним очень неоднозначным персонажем, Илоном Маском, который откровенно издевался, предлагал Рогозину создать космическую катапульту или батут, потому что иначе российские ракеты при Рогозине лететь в космос просто отказываются. Но Рогозин в качестве сегодня... Ну, полезным, в данном случае для нас, конечно. Вот, поскольку он поехал на фронт и выдал такой панический твит, сообщение о том, что украинские дроны новой конструкции невозможно сбить. Ни ребами, ни существующими, значит, системами огня, он сказал, ничем не сбиваются, не перехватываются, летят, летят. Вот, и их становится все больше и больше. Причем он сказал, что система управления и видеосвязи работает на разных каналах. То есть уже до такого дошли. Вот, и, в принципе, подобные вещи, паникерские, они немногим позволительны, надо сказать, даже среди российских военкоров, поскольку все это карается ужесточением закона о фейках против армии. Как известно, Госдума приняла новую редакцию этого закона, вот, согласно которой можно не только загреметь, но и лишиться всего нажитого правильным или неправильным трудом. Ну, очевидно, Дима Рогозина эта история не коснется, и будем надеяться, что он дальше продолжит играть роль полезного и распространять фейки, я говорю в кавычках, фейки российской армии, причем будет делать совершенно безнаказанно. Что касается этого самого решения суда ООН, да, я увидел, в принципе, новости об этом. Я посмотрел заявление главы РосМИДа пресса ЛКШ Захаровой, которая, значит, не скрывает триумфа, но она, понятно, что подает в свои, скажем так, трактовки рассказывают о том, что все требования Украины были отвергнуты, и мы полностью победили по всем фронтам, но решение в действительности принято половинчатое. Я не юрист, я не человек, который может дать компетентный, квалифицированный комментарий, думаю, что ты его можешь более дать, развернув, но, насколько я понимаю, то, что вот пишет BBC, то есть это уже трактовка независимого источника с высоким уровнем компетентности и объективности, пишет BBC о том, что Россию обвинили в нарушении двух международных конвенций. Во-первых, это конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Россию обвинили в предоставлении оружия и иных видов помощи незаконным вооруженным формированием, которое осуществили акт, сеть, не прошу прощения, значит, которая создали несколько актов терроризма на территории Украины, и, во-вторых, Россию обвинили в нарушении другой конвенции ООН, это я просто перевожу, читаю тут в оригинале, о ликвидации всех форм расовой дискриминации, это согласно с иском Украины, касается не российских общин в оккупированном Крыму, в частности, этнических украинцев и крымских татар, вот то, что я вижу. Но, кроме этого, другие требования, которые были, их было очень много, в частности, значит, оказаться от другой формы поддержки вооруженной группы, осуществляющей акты терроризма, дальше начать криминальное преследование лиц, которые причастны к финансированию терроризма, Сергея Шойгу-Жириновского, ныне покойного Миронова-Зюганова, полностью компенсировать потери, связанные с катастрофой MH17, вот, это не было удовлетворено, насколько я понимаю. Ну, да, ну, такое, половинчатое, да, это понятно, что российская сторона всегда будет трактовать свою пользу, мы тут ничего нового не обнаруживаем. Я маленькое объявление еще раз сделаю, мы только начинаем эфир, но здесь уже многие пишут и ко мне в личку, и вот здесь в чате пишут Владимир Куценко. Добрый вечер, сегодня в очередной раз от вас отписали. В почту вся у меня завалена канала о том, что вас произвольно отписывают, там по три раза человек подписывался, его продолжают отписывать. Я уже говорил, что этот процесс происходит, мы не понимаем, как и почему, потому что мы припираемся с администрацией Ютьюба, но факт остается фактом, они отписывают людей. Поэтому, пожалуйста, свою подписку на канал Фейдин Лайф проверяйте. Это может быть связано с рядом причин, и в том числе кто-то недобросовестный запустил там внутри администрации Ютьюба в алгоритм какой-то дополнительный, так сказать, программный усилие предпринял, чтобы такой канал, как мой, вот начал терять подписки. Поэтому проверьте свои подписки. Бог с ним, не хотите подписывать тех, кто не хочет, пожалуйста. Но если вы были подписаны и вас отписали, согласитесь, что это бардак. Ну, вот чистый бардак. Ну, как бы, вы-то не согласны с этим. Поэтому проверяйте свою подписку ежедневно. Это очень-очень важно. Давай продолжим, смотри. Ну, хорошо. Вот ООН. Что касается ООН, да? Все-таки об этом надо специально поговорить, потому что мы столкнулись с ситуацией полного, так сказать, полной недееспособности политическим, правовым, военным, какому угоду, в смысле, ООН, потому что она проявляет невиданную активность по поводу войны на Ближнем Востоке, в Израиле, в Южном Израиле. И абсолютно ничего не предпринимает. Мы не видим ничего, чтобы она предпринимала по части давление на Москву для прекращения агрессии в отношении Украины. Мы об этом не раз, конечно же, говорили, не раз обсуждали, но, тем не менее, сейчас некая такая пиковая ситуация, до известной степени, поскольку Москва продолжает предпринимать усилия с заявлениями о том, что она стремится к миру и так далее, а по факту, значит, происходит совершенно все наоборот. И ООН этому, в общем, во многом потворствует. Потому что по-другому это трактовать невозможно. И расположенность того же Гутерреша к общению с Лавровым и много чего еще, об этом достаточно наглядно свидетельствует. Что ты думаешь, какие здесь нас ожидают в дальнейшем новости и, в общем, изменения ситуации в худшую, в лучшую сторону? Вообще ООН помирает, так сказать, окончательно, как инструмент регулирования конфликтов в системе международного права между странами, нациями и так далее? Или мы еще должны за что-то там цепляться? Ну, можно там, как бы, сколько угодно критиковать ООН. Но тут есть, знаешь, очень хороший исторический пример. Лига наций, которая являлась предшественницей. Да. ООН, и существовала до начала Второй мировой войны, даже она смогла изгнать Советский Союз. Даже она смогла лишить Советский Союз право врать, откровенно в глазах. Это произошло после нападения на Финляндию, начала так называемой Зимней войны. Вот Организация Объединенных Наций, ко всего чьему удивление, не только не исключила Россию из своего состава, но даже не решила ее права заседать в качестве постоянного члета Совета Безопасности ООН. Ну, дичайшая ситуация. Как если бы, например, там, в Лиге Наций, несмотря на развязывание Второй мировой войны, там, в Совете Безопасности Лиги Наций его не было, правда. Ну, предположим, что он был там. Сидел бы Гитлер, да, или там, тогда не Гитлер, значит, был, значит, там, Риббентроп сидел, значит, напротив него сидел товарищ Молотов, вот, Нерком иностранных дел Советского Союза, ну, вот, а там где-то разместили, значит, министры иностранных дел Великобритании, США, ну, и там, не знаю, там, Японии, да, например. Вот, и они, как бы, во время Второй мировой, ну, нормально проводили бы заседание, значит, вели между собой душесчипательные беседы, ну, это выглядит, понятно, как альтернативная история, которой не случилось, слава Богу, но в нашем случае это выглядит абсолютно сюрреалистично, да, когда вот сидят, сидит представитель постпред России в ООН и просто нагло, цинично врет, накануне наносят, там, удары по Харькову, по жилым районам, убивают детей, убивают украинцев старшего возраста и говорят о том, что, значит, это не мы, это украинская армия сама обстреляла, а вот украинская армия обстреляла в это время Донецк, ну, к примеру, да, то есть вот это вот так вот все это выглядит. То есть очевидная неспособность ООН не только к изменениям, но и к реформированию, она не требует никаких доказательств, и первая проблема с ООН стали очевидны в начале 90-х годов, когда тогда уже Советский Союз уже благополучно помер, а Россия, которая его сменила, кстати, незаконно, никаких решений, даже, мы помним, не принимала, это вот уже, кстати, еще один парадокс нелегитимности, то есть можно поставить, на самом деле, под вопрос легитимности все решения и резолюции СБОН, потому что Россия... А они там объявили о своей правоприемственности в отношении к СССР, это акт одностороннего волеизъявления был, да? Правильно. Ну, послушай, но никакого соответствующего решения, не было, то есть не принималось решение, не сидели тогда Совет Безопасности ООН по правам, не было, насколько я помню. Да, потому что я тебе скажу, я прошу еще раз извинить, что я тебя перебиваю, ведь просто мало кто знает, в советские годы при Сталине, когда учреждался ООН, удалось, собственно, сделать членами ООН и Беларусь, и Украину в советские годы, наряду с СССР, сидели представители Украины и, соответственно, Беларуси, и поэтому они-то, им-то ничего не надо было, они как сидели в ООН, как отдельные представители, но это результат войны был, попытки увеличить голоса Сталином и так далее, а вот с Россией ведь как было, был Советский Союз, который вбирал в себя и Украину, и Беларусь, но объявив о своей правопреемственности от СССР, ну, типа и долги забрали, и там обязательства СССР, и по ядерному оружию и так далее, вроде как автоматически право вето, как страны-учредители, пришло Российской Федерации, но действительно никаких решений специальных ни ООН, ни Совет Безопасности с постоянными членами не принимал. Ну, смотри, это более того, смотри, Россия, Российская Федерация и СССР совершенно разные государства, юридические, то есть заявлять о преемственности, но это совершенно глупо. Это все равно, что сказать, знаешь, что Российская Федерация, перед этим был Советский Союз, РСФСР, она является прямой, значит, наследует все долги и обязательства Российской империи. Тогда, если по этой логике, подожди, если вы взяли, сказали, что мы наберем на себя все долги и обязательства Советского Союза, но забираем все его активы, что ж тогда Россия не платит по облигациям царским, которые царское правительство понабирало тогда во Франции, в Великобритании, этими облигациями потом французы и англичане обклеивали свои сортиры. Вот, не такие вонючие, как дощатые сортиры где-то в Саратовской области, нормальные, красивые, тогда они уже 100 лет назад и больше были, нормальные фарфоровые унитазы, централизованная система водоснабжения, тем не менее, они обклеивали, это факт. То есть, почему Россия не заплатила по этим облигациям? А представьте, какие суммы с учетом процентов, которые набежали, где хоть один прецедент, где Российская Федерация заплатила, а некоторые люди, кстати, судятся с Россией до сих пор, и акции есть даже, да, они сохранили, вот, и они ничего не заплатили, хотя Царская Россия обещала оплатить по всем этим облигациям царским золотом. Так вот, смотри, совершенно незаконно, одна страна, которая сама себя объявила право наследницы СССР, занимает без всякого решения, никакой резолюции нет, занимает место СССР, садится в президиуме Совета Безопасности, объявляется постоянным членом СБООН и начинает голосовать. Ну, послушай, понятно, что создает уже юридические прецеденты неудобства всем оставшимся четырем членам, поскольку если теперь они признают Россию узурпатором, надо отменять, пересматривать все резолюции за момент с 1991 года, когда развалился СССР и место, значит, Советского Союза заняла делегация РФ. Вопрос следующий. Почему тогда никто не задался вопросом, почему, например, место правонаследника СССР не перешло к Украине или Беларуси? Ну, можно его было, не знаю, там, ну, я, конечно, шучу, разыграть там этот, кинуть на Орел и Решка, например. Ну, три страны давайте сейчас разыграем. Ну, или как минимум дать им возможность предъявить свои претензии. С другой стороны, почему только три эти республики, Украина, точнее две, Украина, Украинская СССР, Белорусская СССР, А почему там не было Литовской СССР? Почему не было, там, например, Туркменской СССР? То есть они тоже могли претендовать и получить свое место. Но как-то не, вот, им не сложилось, понимаешь? Поэтому 15 стран развалилось, официально было создано на месте Советского Союза, и все они, по сути, при желании могут претендовать на это место. Кто-то из них не будет этого делать, не захочет там, да, но с какой стати Россия занимает это место? Поэтому я говорю о том, что, в принципе, вот этот порочный принцип сомнительной легитимности России в международном сообществе, не только в ООН, в международном сообществе, давай вспомним, когда Советский Союз, все эти федерации спорта узурпировали то же место. Когда Российский Футбольный Союз занял место Советского, и сборная России начала везде выступать, и достались все рейтинговые очки, а Украина и другие республики после СССР, они начинались с нуля. То есть у Украины был ноль в рейтинге, ноль у Литвы, ноль у Грузии и далее. Они были вынуждены начинать с нуля. А Россия получила весь результат, который обеспечивали спортсмены всех 15 советских республик. Так, в принципе, со всем. И поэтому, что мы можем ожидать от организации, которая молча проглотила акт, по сути, юридической, ну, так сказать, узурпации со стороны России, а теперь мы ожидаем от него, что он начнет что-то принимать. И поэтому то, что там Гудьерыч стоит, улыбается на общем фото вместе с Лавровым, вообще меня не удивляет никак, послушай. Но тут ничего нет. То есть он стоит, он понимает, перед ним стоит, по сути, военный преступник, который врет, одобряет акты геноцида, совершаемые против украинского народа, а перед этим другие российские войны преступные против чеченского народа, против грузинского, которые были развязаны. И что? Это как-то повлияло? Да никак, никак, послушай. Их принимали, вот, да, они сейчас летят по особому маршруту, их не пускают в страны ЕС. Ну, да, да, правильно. Они там летают, они получают специальную визу, которая им дает, значит, американскую, только находиться на Манхэттене. То есть их как бы там унижают, как могут они, никуда они могут поехать, там, ни в Майами, ни во Флориду. Но, тем не менее, на территории США они находятся, понимаешь? Их там принимают, поскольку такие правила. И они продолжают распространять свою пропаганду и циничную ложь, и опровергать факты, и одобрять геноцид, абсолютно открыто, цинично, издеваясь над международным правом, находясь в центре американской демократии. И не только там, они же то же самое делают и на других площадках. И в Вене они делают, на площадках ООН, на БСЕ они ездят, на другие площадки делают ровно то же самое, послушай. Все, да, затыкают нос, порядочные люди, стыдливо. Кто-то выходит из зала, не хочет это слушать. Но, тем не менее, они продолжают делать то, что они хотят, понимаешь? Все им сходит слух. Ясно, 30 тысяч нас уже смотрят, и больше 10 тысяч поставил лайки. Вот смотри, давай о другой категории агентов тоже поговорим, чтобы как бы не упустить это из виду. Вот активность бешеная. Вот это Фиццо, главы правительства Словакии, ну, Орбан это вообще общее место, но как бы, в общем, хоть медленно, неспешно, но число таких резонеров, оно как-то растет. Вот давай как-то попытаемся систематизировать вот подобного рода среду для того, чтобы, ну, сложилось и у наших зрителей, и мы какую-то точку зрения выставим представление о том, к чему это больше склоняется. Потому что, вот видишь, какая история с демоном. Помнишь президента Чехии? Вот он своей компетенцией влиял на вопросы, но, говорят, был человек пьющий такой. Ну, тем не менее, он был чуть ли не главным защитником с 14-го года Путина, и вот с началом войны он потерял свою должность, он перестал быть, он, по-моему, второй срок был президентом Чехии. Он сказал, ох, как я ошибался, простите. То есть, вот некий эталонный то ли агент, то ли интересант материальный, но мы видим таких же в Словакии, вот теперь там, ну, в Венгрии, понятно, потому что обсуждали, обсуждали, можно еще раз обсуждать, чего там больше, особенно в Европе. Это материальный зарегистрированный, какие-то бизнес-отношения, или же страх, компромат, какие-то особые отношения, специальные, оперативные, или же, там, не знаю, полезные... Потому что иногда вот слабо верится в полезные... Например, венгров, которые в 56-м году наелись по самому... этой всей советчинке с Востока, а потом еще и мучительно выходили из советской системы, напомню, восточного блока. Помню, я уже рассказывал как-то, как я в 90-х, по-моему, это был год, еду на поле с очередного митинга из Москвы, и со мной ехали военнослужащие офицеры и младшие офицеры из Венгрии, ну, из базы, надо сказать. И они мне подарили листовку такую венгерскую их националистов, на которой был такой затылок военнослужащего российского, такая фуражка, и написано «Домой, товарищ, домой» или такой «Домой». Ну, как бы сложно вериться, что пережив все вот это вот все, вдруг ни в стороне всего, а вы сплывали любовью к советам их наследникам, к Москве и Венгриям. Давай их разберем, всех этих политиков. Марк, ну, обобщать, что лежит в основе любви, там, искренней или продажной в отношении Кремля, ну, в принципе, я не вижу смысла. Я думаю, что в абсолютном большинстве случаев речь идет, конечно, о таком банальном стимуляторе, как деньги. Деньги, финансы и возможности. Возможности ведения бизнеса, то, что делает Орван, возможности закупать российские энергоносители по выгодной для себя цене и зарабатывает на них баснословные деньги. Он это делает абсолютно цинично. Вот, возможность торговать с национальными интересами. Что касается Венгрии, ситуация там неоднозначна. Да, он популист, он на сегодняшний день имеет большинство голосов его партия Фидеш, но, тем не менее, есть сильная оппозиция, проевропейская оппозиция, которая его критикует остро, которая обливала офис его партии, значит, красной краской, в знак того, что, значит, это как красная кровь, за которую он продает и Венгрию, и Украину русским. Вот, поэтому я тоже не удивляюсь, что, ты понимаешь, вот в этих постсоветских странах, как говорится, странах бывшего социалистического блока, как их раньше называли, или социалистического лагеря, абсолютно мирно, спокойно, парадоксальным образом уживаются и партии националистического толка, и партии левого толка, которая поднимает голову, как, например, новая партия БСВ в Германии с лидером Сарой Вагенкнехт, которая тоже новая создание немецкой политики, и она во многих землях уже сейчас на третьем месте, это такая левая альтер-эго, альтернативы для Германии, то есть та же самая антиммигрантская повестка, антиевропейская, антиукраинская, но только с левой риторикой, и вот мы не знаем, но за ней сейчас очень много наблюдают, вот, следов российского финансирования влияния не обнаружено на сегодняшний день, но это не значит, что их там не обнаружат в принципе, то есть это очень интересно, например, Марин Лепен, в отличие от ее папы, папа ее был таким твердым французским националистом, очень харизматичным, очень консервативным, но он не сотрудничал с Россией, так как начала делать его родная дочь, которая, кстати, папу, от него вытерла ноги, забрала его партию, раскрутила, сделала еще более популярной, вышла во второй тур президентских выборов, вот, и как оказалось, сделал это на российские деньги, из-за чего сейчас как бы идут расследования, то есть если вы хотите покопаться в биографии какого-то упоротного антиевропейского политика, как, например, Марин Лепен или партия АФД в Германии, вы практически в 90% случаев явно найдете какой-то узкий след, то есть так бывает. Так же, как с партией Фидеш и как с самим Морбаном, тут, в принципе, он и не скрывает своих симпатий, для него Путин и Дональд Трамп это два самых ярких политика, ну, еще Си Цзиньпин теперь, которому он летал, единственный из лидеров стран Европейского Союза, летал на конференцию «Шелковый путь», поэтому это уживается, ну, в основе лежат деньги, практически всегда, вот, это наиболее характерно для элиты политической, значительной части Венгрии, Австрии, в определенной мере Италии, Германии, безусловно, в определенной мере, ну, меньшей Франции, безусловно, сейчас, Чехии, Словакии, вот, ну, а в остальных странах, типа, там, Польша, страны Балтии, страны Северной Европы, там все, как бы, минимализировано, ну, опять же, в силу политических, исторических традиций, вот, очевидно, просто там традиционные партии местные оказались более популярны, чем, вот эти, вот, скажем так, правые и левые радикалы, которых чаще всего подпитывает Кремль, с которыми он исторически работает, ну, послушай, надо отдать должное, Советский Союз и спецслужбы, начиная с ВЧК, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ, они очень плотно работают на протяжении десятилетий и не бросают своих подопечных, пример, например, та же Курская народная партия, с которой сотрудничали спецслужбы, СССР, и продолжают их окучивать и финансировать российские спецслужбы, то есть, им надо это должное, что, несмотря на сложные, голодные 90-е годы, они нашли возможность вот эту цепочку, знаешь, связи, преемственности не разорвать, понимаешь, и поэтому это все переходит практически по наследству, ну, я могу сказать, поскольку я занимался изучением истории спецслужбы, советских, в том числе, мой покойный отец был одним из крупнейших специалистов, он собрал огромную библиотеку, которая, к сожалению, вся сгинула в Крыму, мы ее не успели вывезти, поэтому она там достанется, уже, наверное, досталась оккупантам, я практически в этом не сомневаюсь, вот, поэтому он очень много собирал литературы, мне рекомендовал ее читать, которая касалась деятельности в странах тогдашней Западной Европы, и в частности в странах так называемого соцлагеря, безусловно, вот, из всех европейских стран Австрия всегда была традиционно страной с самым большим присутствием советских спецслужб, это было связано в первую очередь с советской оккупацией до 55-го года, там действительно огромное количество было советской агентуры, вот, я помню, те мемори, которые я читал, на явочных квартирах советских советских агентов спецслужб, просто там была такая карусель, то есть с утра до вечера проходили вот эти встречи с агентами, причем это были и рабочие, и представители интеллигенции, и правительственные круги, и все, и ты что думаешь, это куда-то исчезло? Нет, все папочки остались, все, и чаще всего это, еще раз повторю, переходило по приемственной линии, то есть, условно говоря, завербовал там папу в далеких 50-х годах, папа потом передавал, значит, уже сыну своему историю и тому подобное, вот, и в принципе так это работает, то есть в Австрии российские спецслужбы интересы укоренились, и здесь работает и историческая традиция, и деньги, и вербовка в равной мере. Я помню, были расследования в свое время, которые проводились по экспертному сообществу ряда европейских стран, вот, в частности, Германии, Бельгии, и там были вскрыты факты того, что Россия финансировала, это было где-то года три или четыре назад, Россия финансировала постоянно конференции международные, на которые приглашала экспертов из западных стран, которые они проводили, любили в очень экзотических местах, например, они проводили какую-то конференцию по православной какой-то философии и проводили ее на Кипре летом, или проводили ее где-нибудь там в Карибском бассейне, то есть, куда стоил очень дорого билет, они оплачивали первым классом, они платили огромные гонорары в конвертах за участие, то есть, участников приезжают, эксперты, ему платят, типа, за лекцию там, там, 5-6 тысяч евро сразу, в конверте, вот, фигурирули такие суммы и в значительной мере, вот, ты, не знаю, видел, наверное, недавно поймали российского профессора, который работал в Тартусском университете в Эстонии, он классический агент влияния, классический, то есть, он не был шпионом, то есть, не собирал шпионской информации, но он собирал информацию относительно политической ситуации в стране, готовил соответствующие аналитические документы и работал как классический агент влияния, вот так это, в принципе, и работает. Того же Земана, ну, как говорится, не доказано, да, но по классическим признакам, да, по классическим признакам, как учил меня мой отец, это не агент, это агент влияния, человек, который был завербован на каком-то интересе, то есть, его задача не ставилась собирать какую-то информацию, он должен был быть проводником определенной информации, агент влияния скучается в другом, он должен продвигать на государственные должности, когда он может людей которых ему будут рекомендовать он должен принимать те или иные решения выгодные опять же стране которая его содержит и наоборот соответственно блокировать решение в пользу тех стран которая страна которая его пригрела завербовал которая просит его теле на решение примет подзем он был классическим агентам влиянием с орбаном я не знаю но его биография политическая человека который вырос в западной системе образования и учился как сурасовский если не ошибаюсь получите не стипендиата потом начал воевать ссора сам развязал то войну кстати ты видел он создал буквально вчера начала работу новое агентство по сути орбан орбан венгрии орбан орбан да на защите могу ошибаться по защите национального суверенитета кажется так и называется он сорт он из венгрии и у него гиганты структуры фонда и да они там все ошибались так вот это агентство будет теперь у орбана заниматься борьбой с иностранными агентами по сути они переняли практику прекрасный российскую оба иноагенты я напомню тарас не знаю гражданин украины тоже почему-то иностранный агент российский это просто никогда не пойму так от акции конечно иностранный агент по отношению к россии сурас начал борьбу с иностранными агентами это первый такой прецедент европейском союзе я не знаю будет наследовать фица в словакии он тоже как-то вот подозрительно начинает двигаться в этом направлении но фица это еще один персонаж которому надо очень серьезно присмотреться опять же с точки зрения его возможных связей с российскими я не не ношу не намекаю но вот как бы есть очень интересные моменты его биографии которым надо присмотреться более внимательно так 33 с лишним 1000 нас смотрят мы уже 34 минуты в эфире тут много кто пишет про группу b2 и действительно депортировали в израиль то есть обошлось не хотя там вся схема понятная пытались действительно это все затеяно было российским консультом но все-таки это и ланта такой не пойдет чтобы откровенно уже вот в такую связываться кругу вот поэтому более-менее обошлось но я про другое я про то что у нас был эфир с александром шпаком известным блогером в инстаграме он такой эксцентричный такой бодибилдер такой ну вот такой но он говорил об этом именно о таиланде то в таиланде русских релакантов и тех кого преследует москва выдают посмотрите этот эфир понимаете почти пророческий вот то что происходит сейчас бедва или там насколько я понял с галкиным с его гастролями в индонезии это все дело рук ну кремлян в кончике спецслужб российских конечно того как раз для того чтобы азию закрыть для для значит с одной стороны для и на агентов и разных артистов творческих людей значит уехавших из россии по причинам политическим так и в общем чтобы эта атмосфера витала надо надо в принципе релакантами тоже потому что для них это тоже небезопасно это я вот про между прочим вам сказал чтобы вы тех кто не видели эфиры с александром шпакова он человек помотавшийся что называется по всяким вот таким местам и может судить об этом как крупный блогер мы пишут с ним взаимодействует так что посмотрите обязательно это фирма мы продолжаем хорошо давай чтобы этот блок закончить потом мы перейдем к нескольким еще вопросам которые за неделю действительно вызвали живейшую бурную дискуссию что делать на твой лично взгляд вот тебя как офицера в всу что делать такими то ли и то ли агентами то ли агентами влияние так далее как потому что мы не можем говорить что они не влияют ну как не влияет весь орбан торпедирует помощь украине в ес еще неизвестно как будет голосовать по членству хотя вот его за кофе послали как вот стал расхожим это заседание знаменитых дешевый сказал иди попей сынок вот и так далее но 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 все равно проблема остается она не решается не решается не путем значит публичного какого-то деформация этих людей значит обвинений они спокойно значит встают едят серят ложатся снова то есть для них это вообще не проблема должен быть какой-то дискретный механизм когда все вас больше здесь не стояло потому что по-другому эту нервы почему потому что цена война цена это не то что ой вот вы симпатизируете путину еще каким-то людоедом ну а извините конкретные люди гибнут не какие-то абстрактные конкретно каждый день в том числе и косвенно или прямо из-за действий вот этих лиц гибнут люди вот что в этой ситуации можно сделать может санкции надо вводить может я не знаю как ты пишешь ну смотри это точно не задача вооруженных сил этим должны заниматься компетентной он разведка и нужно заниматься контрразведкой явно не армейская политическая контрразведка которая вот нам пишет как раз наша зрительница марина процевская ли парчевская прошу прощения если неправильно прочитал вашу фамилию действительно напомнили что был случай с депутатом от латвии татьяна жданок депутат европарламента ситуация с связью с спецслужбами иностранного государства поэтому поэтому послушай но мы ничего не изменим то есть любые политические структуры тем более если мы говорим не национальные парламента такая структура как парламентская ассамблея оба с парламентской ассамблея совета европы оон парламентской земле нато европарламент там где есть люди из разных стран там спецслужба работает намного сложнее поскольку здесь приезжают во-первых депутаты десятков парламент десятков стран понимаешь то есть это одна у них у всех есть помощники огромное количество персонала которых обслуживают журналисты так называемые эксперты и тому подобное среди которых безусловно всегда находятся сотрудники различных спецслужб не только российских кстати послушай там работают все спецслужбы активные нормальные и французские и британские американские ну так они они работают в рамках своих они же дурном представим они вербуют российских соответственно представитель спецслужб которые заполнять дипломатические все желаем им удачи в работе поэтому я всегда говорил что понимаешь когда закрывают российские представительства называя гнездами шпионе шпионажа посольстве и тому подобное обоюдная модель до абсолютная на большинство так называемых дипломатов российских являются кадровыми сотрудники спецслужб но это прекрасная почва для их вербовки пока они там находятся и их вербуют и потом они становятся ценнейшими источниками информации в том что возвращаясь назад в россию где они там проходя проверки которым подвергают впоследствии становится ценнейшими агентами спецслужб поэтому изгоняя при среде российских спецслужб не всегда изгоняют только российских агентов то есть сейчас часть из них уже перевербованы в леге они работают уже потом как причем с красивой легендой до был изгнан объявлен персонами игра то значит меня поймали спецслужбы там государства страны на территории которой работал то есть я чистый я патриот а на самом деле он уже будет работать на наш интерес у нас общий интерес всех 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 цивилизованных стран вот поэтому первое это работа спецслужб да безусловно работа второе большое количество информации собирается открытых источников так называемая asint аналитика и мы видим примеры того когда журналистские расследования или расследования вот этих аналитиков собирающих данных из открытых источников информации очень часто становились причиной раскрытия тех или иных агентов причем не обязательно завербованных агентов влияния то есть эти люди могут очень сильно помочь в том числе и спецслужбам и помочь правительством выявить опасных явных агентов россии которая работает на нее на западе мы помним как давно марин ли пен на российский агент она работает против франции и тому подобное до работы но как бы дать пока не было доказательств пока не нашли тот самый сербский банк через которое прокачивались деньги вот которые были получены путем очень длительных значит там транзакций полученные фактически из россии и которая в конечном итоге пошли на финансирование компании то же самое было с еще одним французским президентом боже боже вылетел сырник николя саркази которого точно также поймали на иностранном финансировании которого даже осудили условно поэтому открытые источники каждый в принципе человек профессионал занимающийся сбор информации тоже блогер журналист расследователь он в силу своих профессиональных навыков компетентности может участвовать то есть поиски этих агентов это правильно и не надо думать что они настолько примитивные тупы что они будут вот в открытую отрицать преступление россии наоборот очень часто такие агенты влияния будут вести себя правильно не должны привлекать внимание они наоборот будут вести себя как дорог добраточные европейцы радоваться санкции против россии и тому подобное но надо просто копать на просто смотреть информацию более детально и поэтому если российское правительство работает с всей юридической мощью против тебя против меня то есть внося нас санкционный список носа на список иностранных агентов а тебя еще там по-моему что я арестован нельзя недооценивать послушай но вот ситуация в таиланде наш показывает что все страны не могут безопасны не могут быть и для тебя тоже ты уверен внимательно смотришь страны смотришь их политику вот перед тем как ты от руля я страны не вижу это исключает в америку и европу я не в какой один куда не поедут вот поэтому я говорю они работают против нас они ведут от занимаются откровенной деятельностью подрывной вот они тратят огромные ресурсы финансово бюрократические послушай надо же отслеживать все твои перемещения мои каждого из людей это сотни тысяч людей которых на нас лежит где мы находимся в какой стране надо разослать везде где значит нужно красную карточку интерпола чтобы нас там арестовали приняли и тому подобное я помню мы приехали в составе делегации как-то в одну постсоветскую страну вот которая в принципе является дружественной к украине я не могу я называть поскольку была договоренность пристанной страны не светить и в этой в общем дружественной стране до постсоветской одного из членов нашей делегации арестовали даже не заряжая арестовали посадили в сизо ночью мы прилетели самолетом потому что на него была красная карточка подано следственным комитетом рэп за то что он призывал к убийству российских журналистов и его реально посадили только потом вмешательство нашего посла вот привело к тому что его по-тихому освободили на просили эту информацию огласки не придавать но я страну не называю вот поэтому думаете угадывайте но такой прецедент был то есть не нежданчик такого человек прилетел его принимают на границе просто садят в сизо вот и поэтому вот я пример как они работают они задействуют огромный механизм ну да 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 я могу сказать что действительно страны азии и там турции и дубаи и я уж не говорю про казахстан кыргызстан или там не знаю китай и им подобные абсолютно небезопасно да и таиланд и кабоджи и индонезия это малайзия это страны предельно небезопасны для релакантов для значит людей уже со шлейфом ну так понятно каким политическим это абсолютно небезопасно вы имейте это ввиду мы посвятим этому отдельную программу с разбором конкретно каждой страны где вы находитесь насколько там правительство лояль не лояльны и здесь предпринимают но факты есть обо всех а грузии есть отрывочные правительство это понятно были прецеденты вот с моими хорошими коллегами которых там просто преследовали спецслужбы грузии и пытались их за шантажировать пытались даже вербовать вот причем знаешь так очень навязчиво просто и угрожали значит существует откажется депортации в россию вот то есть вот грузия это точно сейчас очень небезопасная страна для всех украинцев ну я имею ввиду нормальный вот это удивительно я сам был там единственный раз 2017 году вот все было в общем-то спокойно но я помню как раз вопрос очень нервно реагировали почему у вас такое вот лояльное отношение к действиям россии вот почему как-то я мы не видим особого да ну кого забрали территорию противозали войну которая была там за девять лет до этого и как-то в общем и российские граждане спокойно ездят и многие представители шоу-бизнеса которые все это поддерживали не ездят у вас выступают ну были правда примеры когда там граждане понящим парадоксу государство позволяло мнение общественное мнение только изгоняли кого-то там выгнали я не помню кто там приезжал они там не пустили были были там даже пытались свадьбу провести брат брат винокурова муж муж дочери лаврова была позднор выгоняли позднор а позднор вот позднор выгоняли ну посмотри ну вот это граждане послушай но это же государство должно делать вот эта страна точно небезопасно и принципе я свою точку зрения лично скажу конечно они не могут быть кандидатами члены ес на то есть при сохранении нынешнего курса это будет троянский конь троянский конь просто российский но а мы 47 минут в эфире остается буквально пару минуток и нас 37 тысяч смотрит больше пятнадцать тысяч поставить свои лайки я напоминаю пожалуйста ссылки на это еще размещать своих аккаунт в социальности группах обязательно подписывайтесь на канал фигин лайф проверяйте сохранилась ли ваша подписка ну проверьте просто ради любопытства ну и на канал тараса березовца тоже подписывайтесь вот в конце я все-таки не могу не задать этот вопрос чате его тоже обсуждают комментируют это вчерашняя буквально новость позавчерашняя прошу прощения с отставкой какой-то скоропалительный заложного и я понимаю что для тебя чувствительно таскать отвечать на такой вопрос ты не с руки тебе и так далее но нас больше интересует ну как бы вообще вот вокруг этой темы я понимаю там есть противоречие между гражданским военным руководством они спорят там дискутирует остро мягко говоря остро о не другого инструмента кроме кадрового его конечно его просто не существует а какой на пистолет что ли стрелять конечно нет но тем не менее вот из этого вот из таких ситуаций вот ну возникает скандалы очень вредные когда это действительно подтвержден неправильное решение их приходится опровергать той другой стороне и сам заложный офис президента их опровергают чего здесь больше ты считаешь это действительно иностранное влияние какой-то ну понятно российское в этом цепсо или или это вот ну так накалена атмосфера что ну противоречия есть глупо их отрицать глупо отрицать чего здесь больше как этого избежать вот скажем так но смотри как офицер засу я не имею возможности комментировать любые политические перестановки президент как верховный главнокомандующий имеет право принятия решения есть юридическая процедура президент может поменять в любой момент любого командующего с подачи согласно существующего законодательства министр обороны подает соответствующие кадровые предложения президент либо поддерживает их либо отклоняет данном случае не было никакой по подачи от министра умера на отставку главкома заложного это юридический факт об этом заявила министерство обороны вот то что касается тех публикаций сообщений украинских международных сми вот опять же они свидетельствуют очевидно о том что у президента как бы верховного командующего могут быть свои идеи относительно того кто должен возглавлять вооруженные силы в данный момент это его суверенное право законно другой стороны на сегодняшний день мы видим что никаких объективных причин для замены главнокомандующего генерал-авария заложного нет он полностью справляется со своими обязанностями и к моменту но практически вот скоро будет 2 годовщина сначала полномасштабного вторжения он находится в этой должности 21 года то есть более двух лет он уже находится в своей должности он абсолютно показал свою компетентность он показал свою способность к руководству украинской армии в самых тяжелых самых неблагоприятных условиях и поэтому на сегодняшний день он является очевидно самым самым компетентным украинским командующим и он находится абсолютно на своем месте вот если у президента возникнет идея относительно замены он может это осуществить законный способ опять же в украине есть много компетентных подготовленных командующих которые могут находиться на этой должности выбор за главкомом всегда остаются за президента армия не может в данном случае мы не являемся субъектом мы не комментируем вот это решение президента страны и министра обороны вот сохранят на нынешнюю должность тех или иных украинских командующих или искать им соответствующую замену поэтому по существующей информации на сегодня официальной информацией никаких движений юридических или иных вот осидно замены командующего нет все все что касается публикации прессы я ее комментировать не могу поскольку они ссылаются на теле на свои правительственные источники вот есть у них эта информация нет это вопросы книг но опять же если мы говорим там о серьезных изданиях наверное да они опираются на какую-то надежную информацию я задаю этот вопрос потому что помимо но внутри украинского и политикума и внутри украинских сми там понятно есть известные сторонники того-другого позиции да так сказать но но об этом больше но пост написал что такой проект решения вообще-то существовал но просто я говорю что опять же безусловно в полномочиях президента как верховного главнокомандующего то есть он считает нужно мало какие там причин может быть и других много но одновременно с тем значит есть и объективная ситуация при которой что мы ее обсуждаем и популярность значительная валерия заложен генерал валерия заложен в войсках я сам это видел когда был до линии фронта офицеры солдаты вот я помню ореховский район вот это вот такая стелла и там влаги подразделений и так далее шевроны и портреты заложного то есть это сами солдаты никто не заставляет сделать иконостаса валерия заложного как бы уважение к командующему так что в общем и целом это разная популярность командующий залужный не является политиком ну или других украинских командующих например командующий сухопутными войсками сырского или начальника военной разведки буданова это нормально когда они популярны среди военных и гражданских поскольку у каждого из них за ними есть конкретные операции успешные операции проведения и поэтому это не политическая популярность это нормально когда во время м Who immersed странах союзниках нормально когда была популярность генерала этом монгомери генерала ты гола победители и победители второго мировой войны вот генерала паттон поэтому это другая популярность то есть военный не бы мне не занимаются политикой. Это как бы разная популярность. То есть, у президента Зеленского сегодня самый высокий рейтинг одобрений среди политиков и чиновников. И вот, и поэтому эта популярность военных и гражданских руководителей, она немножко разная, еще раз повторюсь, потому что природа немножко разная. То есть, военная политика не занимается. Ну, конечно. А все вместе они в целом в общем и к двухлетию подходят к сохранившему суверенитету Украины, а прогнозировали чуть ли не за три дня ее, значит, разрушить и взять и так далее. А это заслуга всех вместе, так что в этом смысле здесь есть некий объективный показатель, почему вот так все происходит. Ну, в любом случае мы в 55 почти минут уложились без малого нашего эфира. Нас 37 с лишним тысяч, 37, 121 человек смотрит, 16,5 тысяч. Поставили свои лайки. Спасибо вам, друзья, огромное, что вы с нами. Завтра у нас будет эфир с Аленой Курбановой, как я и обычно по четвергам его провожу. Вот у меня я буду участвовать в съезде иноагентов. Вот в ближайшие несколько дней в Берлине такое первое сборище. Нас таких, значит, предателей отморозков русофобов. Вот. Мы там будем обсуждать разные вопросы. И в общем и целом следите за эфирами. Я все-таки буду находить время проводить эфиры по вечерам. Спасибо огромное. Спасибо Тарасу. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на канал Тараса. Ну и увидимся ускоро на следующей неделе с Тарасом снова. Спасибо, Марк. И, друзья, спасибо за интересные комментарии. В чате вы видите, даже я успел озвучить часть ваших комментариев. Вот. Так что спасибо за вашу активность. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok